Здравствуйте, дорогие, уважаемые, ценные, бесценные люди, которые ещё выжили эту электромагнитную войну, в которой мы сейчас находимся. Моё имя Дейтта Ретума, и я Дейтта Богоземов, по-английски Godland, всемирная Богоземля, которую я прокламировала 7 февраля 12 тысяч 17-го года. 10 тысяч добавляются, как время коренных жителей этой земли. Сегодня я буду вас информировать, как выжить в это время электромагнитной войны. Электромагнитная война происходит через технику, которая нам очень любима и очень уже дорога, и якобы даже чувствительно семейной стала. Тем она и коварна. Технология эта, которая нас буквально заворожила своими возможностями контактов и прелестей, и ценными, и страшными информациями. Моя компетенция в этой сфере административна. И исходит из того, что я уже с 2007 года занимаюсь радиацией. И вместе с Кристофером Басби, профессором, мы опубликовали эту книгу о радиации, которую можно мерить такими инструментами. Но после того, как мы создали несколько организаций и провели огромную работу по созданию адекватного моделя, как осознавать риски радиации и правильно их прогнозировать. И эта модель называется ICRR-модель. Здесь вы можете видеть, ну, эту страницу у нас Пентагон уже украл, потому в конце напишите, пожалуйста, .eu. И тогда вы попадёте на urat.com.eu, где эта тема... Я не нахожу все слова так быстро, потому что я по-русски вообще почти никогда не говорю. Я уже три года не делала вообще русских роликов. Потому терпите. Это очень важно. Потому что я содержу информацию, которую вы нигде в других местах не найдёте. Значит, мы с Кристофером Басби создали правильную модель, как мерить риски радиации. Как их прогнозировать. И так же, как... Потому что сейчас используется совершенно криминально неправильная модель. Это просто массовое убийство. И в этом участвуют все агентуры всех стран мира. Они массово лгут своим народом о рисках. И если бы они этого не делали, никаких атомных реакторов и атомных индустрий вообще не могло бы больше существовать. Потому что жертвы этих индустрий, они не в тысячах, не в миллионах, а в миллиардах людей, которые потеряли уже свои жизни за последние примерно 70 лет ядерной индустрии. Но сегодня у нас другой разговор. У нас сегодня разговор об электромагнитных лучах, которых измеряют этим прибором. Электромагнитные лучи... Это следующий уровень. После ядерной технологии и войны они нашли ещё коварнее метод, как массово уничтожать людей. И это электромагнитными волнами. Как вы видите, тут у нас довольно приятная среда. И это потому, что у нас тут эта чёрная краска, в которой есть металлическая пыль, которая создаёт как плёнку металлическую, если её покрасить. И не пропускает электромагнитные лучи. Но как вы видите, тут есть какие-то повышения. Как бы видно, что что-то тут стреляет. Теперь ничего не стреляет. Но только что были две показательства, которые были на жёлтом уровне. И это потому, что у меня тут стоят два компьютера. Они оба включены, потому что... Я вам покажу несколько вещей, которые я желаю, чтобы вы ознакомились. Вот видите, он опять стрельнул, этот компьютер. Показалось. Вот. И второй стрельнул. И они стреляют так. Электромагнитским. Хотя у меня выключен и Bluetooth, и Wi-Fi. И подключены они только... Оптическая линия подключена. Но всё равно оно стреляет. И это надо знать. Что это оборудование. Портит здоровье. Это и с мобильником. У меня тут всё выключено. Он сейчас на Flight Melod. Как это по-русски? Ну, вы видите, да? Летательный мод. И... Вроде бы тогда оно не стреляет. Но если только поставить его на нормальный... Вот тут у меня, видите, на Flight Melod стоит он. Потом я выключу этот... И посмотрим, что же произойдёт. Видите, сразу... Сразу появились столбики. Видите, да? Сразу оно повысилось. И стреляет себе. Но потом оно немножко ниже. Послала тут всё мне, успокоилась. Это прямо как живое. Но оно не живое. И если я кому-то позвоню, посмотрим, сколько оно будет имитировать. Видите? Стрельцы. Иди-ка. 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 я не паре иди, не знаю, куда. я не отраду то, что ты хотела отрадать. я не отраду то, что мы с тобой. ладно, я. я не буду с тобой. ладно, я не могу с тобой. я не могу с тобой. вот так. видите, как повиселись все, да? потом успокоилась, когда уже... но все равно, ну это мои компьютеры тоже тут стреляют, да? но микроволнушка, она вообще зашкаливает. и также, если подойти к модему, где можно включить вай-фай, тоже будет у модема зашкаливать. но слава тебе, боженьки, что можно вай-фай-то выключить, да? и не включать по возможности, чтобы не было включено. включено. но еще очень важно помнить, что еще есть телефоны, которые портабельные в доме, домашние портабельные телефоны, да? на розетку, которые сажаются в гнездо, чтобы нарядиться. это вообще самая жуткая технология. выбросите эту гадость и не пользуйтесь этим. если у вас есть возможность, старый телефон, который из Копар, как это? который на металлической линии, да? старинный телефон, где не надо никакого модема. это самая идеальная коммуникация. но сейчас они их демонтировали и уничтожили в большинстве и насадили нас на модемные телефонные линии. и кто же они? они это корпорации. корпорации, которые провели эту военную атаку на наши жизни. во-первых, они схватили наши государственные телекоммуникации, приватизировали их и развернули мобильные интернет и модемы и вай-фай. и это идет на всю катушку на всей планете. это мировая третья мировая война. я не увеличиваю. оно самое... это оружие, которому человеческий ум не готов и не приспособен. потому что у человека нету сенсоров, чтобы почувствовать, когда его ранят электромагнитными волнами, которыми которыми сейчас ранят человечество. и лягушку они варят на медленном огне, чтобы не выпрыгнула она из котла с молоком. и самые страдающие это дети и мужчины и, конечно, это следующие поколения, которого скоро, возможно, уже не будет. Это очень серьезная тема. Только что в Стокгольме в Лидингу была в мае восемнадцатого года конференция на эту тему. Покажу вам их вот, пожалуйста, тут страница этой конференции. и, конечно, все живое. Все живое. Это ведь через эти мосты, антенны, как это по-русски, антенны, большие антенны, которые всюду сейчас наставлены. И на них находятся галтеры мобильных сетей. И тут, как вы видите, были из Израиля, из Южной Африки, из Швеции, из Японии, из Франции, из Нидерляндов, из Англии, из Испании. Ученые, которые заявили СОС человеческой Бесплодия. Человеческого Бесплодия. Идет война народная и Животное. И Потому, что эти технологии также включены в ХАРП-систему, геоинженерство, геоинженерство, погоды. Эти ХАРП-антены в Швеции называются Эйс Кэт и Луис находятся Смалме, огромная территория и на севере в Керуне Луис и в Норвегии и Финляндии. Это системы антенн ХАРП, которые создают геоинженерию этой ужасной жаркой погоды, с которой они пробуют также уничтожить живое. превращая это в пустыню. И также, как делая ураганы, которые тут в Швеции были Гюдрун Окпер назывались. Технический ХАРП, созданный ураганом. И также в Америке сейчас война с ураганами. Во Флориде была жуткая. И сейчас она идет. но в Калифорнии они этими харп инструментами и также лазерными пушками создавали пожары огромных территорий, где ясно видно, что это военная атака, а не какой уж там натуральный пожар, как они натурально врут в медиях людям. И также они нам врали о том, что Чернобыль была такая натуральная авария. Это тоже была милитарная атака, которая и уничтожила социалистический Советский Союз. И надо понять, что все аспекты нашей реальности сейчас превращены в оружие массового убийства. И об этом очень хорошо что это все суммировал Кевин Галалая. Он, к сожалению, сейчас свою работу убрал с интернета, так как он был все опубликовал совершенно бесплатно. Но он так разочаровался в людях, которые вообще не хотят углубляться, что он все сейчас убрал. но вы можете его работу найти на моей странице, которая называется Baltic Sea Region Radio Activity Watch. и там есть рубрика Protection и под Protection есть Population Нажмите на Population и там находятся его работы. Это изумительный материал. Там мы еще немножко поработали и улучшили эту матрицу, там и вы видите ее. Конечно, там ее еще надо улучшать и улучшать, потому что наше время это время корпоративной военной атаки, где все меди и даже все учреждения, называющие себя учебными заведениями оплачены оккупационными убийцами. Как же еще их назвать? Это массовые убийцы, которые желают убить 90% людей. Возможно, что это убьют и всех, потому что, если все это запустить, что они сейчас уже почти запустили, остановить это очень трудно, потому что, когда все перехвачено, люди чипизированы и идентитетными карточками, и банковскими карточками. все это приватные фирмы милитарного комплекса. И кажется, что возможностей взять обратно наши национальные страны в наши руки люди не находят. И просто бегут как биороботы, как уже зомби, как слабоумные в этой ловушке, которую уже руководит даже артифишель интеллигент. Роботы, это уже компьютеры, которые перехватили руководство реальности. ведь понимаете, виза и мастер-кард это ведь лишь всемирный компьютер. Это очень, очень опасно. Потому, очень важно, чтобы мы находили время, позаботиться о себе, о своих близких. И это можно сделать через нашу систему богоземли. значит, так называется наша там есть у нас свой суд коренных жителей всего мира мира деньги коренных жителей всего мира. Чтобы и также очень важно поставить контроль над системой электромагнитного риска. Так как сейчас этой системой якобы руководит та же шайка мафия, которая просто врет о рисках ядерных потоках. Так же это и с электромагнитными потоками. Все агентуры, которым надо позаботиться о здоровье людей этого не делают. Они милитарные структуры бизнес корпорации всемирного военного фашистского ига. И чтобы это поправить, мы с раньше упомянули кристофером басбисом и также лейфом эрлингсоном и еще многими другими сделали комиссию всемирную комиссию всемирную по радиационным и электромагнитным рискам. И сейчас мы как руководители богоземли всемирной высылаем приказы выполнять сертификацию всех агентур на правильную модель рисков, которая называется как я вам перед этим уже говорила и CRR модел так как сейчас вся земля находится под иглом невидимого руководства по-английски это называется deep state new world order римская империя езуитская империя всемирная говорите как хотите но не найдется ни одного руководителя который бы на себя взял ответственность за эту беду потому мы право изгласили нас как всемирных руководителей я дита ретума дита of godland и лейф иерлингсон лейф of godland мы взяли на себя ответственность создать создать порядок любви и остановить эту буквально луциферскую чертовщину и кристофер баспи является руководителем комиссии по радиоционным и электромагнитным рискам и теперь мы будем требовать чтобы все агентуры создали сертификацию создали всех кто пользуется мобильными компьютерскими и модемными средствами это будет новая эра потому что мы не позволим чтобы наш мир стал бесплодным и потому что мы вас так любим и любим весь прекрасный этот мир и это безумие сейчас заканчивается так что всем придется чтобы пользоваться этими инструментами как компьютеры мобильники и модемы вай фай придется сдавать что вы умеете о себе и о других позаботиться также будет намного строже наказание за наношенный ущерб себе и другим как своим семьям и другим семьям как родам как народам и это будет происходить через систему коренных жителей где где каждому надо взяться также создавать суды коренных жителей самим и начинать пользоваться деньгами коренных жителей которые называются окс и все это можно найти на этой странице странице love for the info . но обратно к ионизированному и нон и не ионизированному излучению очень хорошие у нас есть хочу вам показать значит масштаб этих излучений и сейчас они собираются они уже сделали четвертое г и 3 г мобильные технологии которые все милитарные технологии и хочу вам показать один очень хорошее видео это нет это у нас научная работа очень важная которую я рекомендую вам прочитать это Мартин Эл Пол который рассмотрел несколько 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 очень много публикаций на тему электромагнитного излучения из технических аппаратов аппаратов и как видите у него такие очень серьезные результаты которые буквально опровергают всю эту технологию ну конечно ей можно пользоваться если сертифицироваться сертифицироваться и знать как ей пользоваться как вы видите работа очень глубоко рассматривает и механизм повреждения человека этими лучами это не то что это САР индикатор который показывают в инструкциях нет это другие нетермальные эффекты которые портят наше здоровье если мы от этого не сможем отклониться один из их был каль пути кальция активизируются этими лучами в клетке а второй был поларизация и все это уничтожает натуральный способ жизни клетки и как видите тут очень очень много референций на эти все исследования которые рассмотрены уважаемым ученым это очень изумительная работа и большое спасибо ему за такой огромный труд на благо человечества и теперь я вам покажу в конце вы конечно можете найти на ютубе видеоролики я вам рекомендирую очень если вы можете понять английский очень рекомендирую извините это у нас было по-шведски но вот этот парень изумительное видео создал скотти на скотти очень хорошее видео очень действительно хорошо проходит через все эти материалы также у меня самой есть видео на radioactive bsr radioactive baltic region youtube канал у меня есть и там есть видео где мы с кристофером басби мерили изучение с с или магнит электромагнитных вот таких мостов также есть всякие трюки материалы которые вы можете найти но самое главное чем я хочу вас но этот компьютер у нас немного шаляет слишком медленный но здесь у нас есть очень важный тест который суммирует проблематику вот он значит выберите пожалуйста что делать с baby монитором отнести его подальше от ребенка или выключить конечно выключить что делать с wi-fi рутером выключить ночью включить когда надо или заместить его кабелем интернета интернета значит надо его заместить кабелем интернета чтобы вайфай вообще не был включен по возможности или можно на кабеле интернета быть модем который где можно включить вайфай иногда когда надо и по возможности держать его выключенным это домашний телефон который портабельный это жуткая вещь значит возможность выключить его ночью или поставить на таймер нет надо его выбросить и заместить его линейным телефоном у который старомодный на линии прямой мобильный телефон носить его подальше от тела и головы или поставить его на самолетный мод значит держите его модем свой мобильник по возможности на самолетном моде как я вам уже показывала да вот такой вот это самолетный мод в вашем мобильнике так выглядит да и идем дальше лаптоп ваш компьютер положить лаптоп на стол или пользоваться кабелем и выключить вай-фай и bluetooth вот правильно не хватает поставить на стол и пользоваться вай-фай и bluetooth надо пользоваться интернет интернетом кабелем в котором в компьютере выключен вай-фай и bluetooth потом есть такие айпады и таблетки также там выбор у вас что надо найти способ как включить интернет кабель и выключить вай-фай и bluetooth но но честно говоря я не видела как в таблетки и айпады можно включить интернет кабель потому я такие вообще не разрешаю где еще детям давать в школе это преступность потом есть такие жуткие вещи как смарт-метер это которые мерят сколько воды сколько газа в доме и можно их отдаленно прочитать измерения их инструкторы могут это жуткая вещь если можете выбрасывайте из дома и не подписывайтесь на такую в вашем доме аналогичный счетчик выбирайте чтобы не было там никаких wi-fi посылающих информацию посылающих датчиков и еще очень важная вещь это эти антенны на которых навешаны на улице все генераторы мобильного мобильного сооружения да вот такие значит отгородиться от их или жить минимум четверть мили от них это значит миля это примерно два километра значит полкилометра от них но я например живу сто метров от такого и потому у меня весь все вся квартира обкрашена этой черной краской и значит вы увидели этот тест да сертификатор сертификатор также дам вам еще бонус информацию которую очень не так уж легко найти подумать что в этом мобильнике эта сторона где стеклышко не имеет значит сигнал идет в другую сторону это очень важно когда вы будете пользоваться им думаете чтобы эта вторая сторона как раз тут идет сигнал чтобы она не шла на вас да такая небольшая вещь которая важная и по возможности его не держите на теле при теле и по возможности выключайте его чтобы он был на этом летающем моде да и включайте его иногда посылайте смс друг другу наши предки жили тысячи лет жили и плодились и горя не знали и это технология нас сейчас поработила и нам надо над ней взять контроль и надо запомнить цель нашей жизни это создать следующее поколение и передать им наши знания и знания наших предков чтобы наше следующее поколение было бы сильнее нас не забывайте никогда это и это время наше жуткое это война электромагнитная она сделала людей слабоумными ведь что это слабоумие это это незнание своих прав и не не знать свои права не вытворять свои права в жизни своей и также не знать свои плит пьяна комс плит в общем целом нам надо выполнять все чтобы дети наши были сильными здоровыми и дети детей и надо брать ответственность и ответственно выполнять все чтобы это электромагнитная волна война за и теперь когда мы издаем приказы всем агентурам поддерживайте нас сертифицируйте своих близких нелегко вокруг одни зомби и и потому это электромагнитная война самая страшная страшнее ядерные что люди уже повреждены и на это смотреть то надо это и они все нападают защищают свои мобильники свои даторы они их любят больше жизни своей это их жизнь они своих друзей и близких свой народ уже не узнают своих защитников не ведают да будут боги с нами как они и есть с нами когда мы с богами нашими в богоземле нашей святой доводим мы друг другу защитники и любимые спасибо за внимание смотрите внизу под видео там будет тоже важная информация и сводки